Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинеи и Барахло, но сегодня у нас ламповый выпуск, то есть только мои барахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы, их задавайте в комментах под хэштегом АЭБ, либо у меня в личке во Вконтакте, ссылка в описании, я добавляю практически всех. Ты говорил, что Монако дно, что скажешь сейчас? Я говорил, что Монако будет трепыхаться под зоной Лиги Европы и на Евроспорте я писал, что в лучшем случае Монако попадет в Лигу Европы и сейчас Монако уверенным образом идет на четвертом месте в Лиге 1 и Монако там и должен идти, потому что по трансфер-маркту у них третий, четвертый состав, то есть Нико Ковач делает просто нормальную работу, я бы не превозносил, потому что в Лиге Чемпионов я Монако вообще не вижу. Но я понимаю, почему задали этот вопрос, потому что случился хет-рик Головина, давайте поговорим персонально про Сашу. Три гола и ассист ворота Нима действительно крутые в контексте летнего ухода, потому что если Головин останется в Монако еще на сезон, это будет полнейшая стагнация. Давайте вот посмотрим, сезон 2018-2019, Головин только переехал в Европу, он еще был таким диковатым парнем, например, Андрей Червиченко рассказывал, что ему уже в свою очередь рассказали, какие-то люди, которые ведут дела Головина, что Саша приехал в Монако, в Монте-Карло, там высадился, обустроился, сидит неделю, две, три, ждет зарплату, а зарплата не приходит. И он звонит представителям, а где мои деньги, и выясняется, что ему дали бумажку, чек, а он такой, а чек, ну можно куда-нибудь его деть, выкинул там типа в урну, потому что привык, что в России ему платят просто на карточку, и потом пришлось искать этот чек, то есть он был вообще не готов именно к жизни в Европе. Этот сезон, первый у него ушел именно на адаптацию, дальше второй сезон надо было окрепнуть, в Европе уже что-то показать, и по моей информации, это крошечный инсайдик, когда в Монако все было совсем тяжело, вот эта смена Жордима, второе изгнание Жордима, когда назначали Морена, Головин был готов задуматься о возвращении в Россию. Один очень-очень богатый и ненавистный клуб свои лапы тянул к Саше Головину, но он решил перетерпеть, и это совершенно правильный поступок. Он подумал, нет, я всегда успею вернуться, я буду бороться здесь. И сейчас у него сезон очень был сложный, начинался, вернее, сложно, третий сезон, у него была травма, и вот он выскакивает, у него куча ассистов, у него голы, и даже я в канале СБГ Аналитика прочитал, что у Головина ожидаемые ассисты на 90 минут 0.89, то есть практически один ожидаемый ассист за матч, это блистательный показатель. Он сейчас должен себя проявить в Европе, чтобы потом зажечь на Евро и уйти наконец-то в нормальный чемпионат. Нельзя дальше оставаться во Франции. Ладно, после Франции поговорим про по-настоящему лучшую лигу мира. Там 13 февраля зарубятся Лестер и Ливерпуль, и Брэндон Роджерс имеет все шансы, высадить Клопа из борьбы за топ-3 и отправить его париться, стараться, пыхтеть и так далее, чтобы просто попасть в Лигу чемпионскую четверку. И у моих легальных партнеров из Паримач есть широчайшая линия навстречу Лестера и Ливерпуля. А еще у них есть греченная обжигающая акция, бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальнейший бонус, это вообще не сложно. А еще изучайте все условия по ссылочке, которая лежит в закрепленном комментарии, потому что сайт Паримач теперь работает реактивно. Спасибо обновлению. Кто должен возглавить Спартак после Тедеско? Я прочитал уже несколько программных, таких объемных интервью Доменика Тедеско, и во всех у него спрашивают, а точно вы не останетесь? Он говорит, точно не останусь. Поэтому я уже больше верю в то, что Хабиб вернется в октагон, чем в то, что летом Тедеско внезапно передумает, скажет, я обожаю Москву, обожаю Россию, люблю московский Спартак, поэтому дайте мне новый контрактик. Он реально уйдет, но почему-то загнулись все слухи о сменщике Доменика Тедеско, его наследники. Вот были всякие Донадони, Дедзерби, они отказались. Жардим пока что даже вроде бы не было переговоров. Торстона Финка пихали в Спартак, но тоже никакого вообще фидбэка. Еще я придумал слух про Эрнеста Вальверде, потому что, мне кажется, нормальный был бы вариант для Спартака. Но совсем недавно освободился идеальный тренер для Фидуна, просто лучший. Если вы любите Доменика Тедеско, то вы полюбите и его. Итак, мой выбор Андре Вилашбош. Ему недавно в Марселе купили игрока, которого он вообще не просил. Более того, ему предложили, давайте возьмем, он сказал, нет, вычеркиваю, этот игрок Оливье Нтшам. И когда Андре Вилашбош открыл свежие медиа, увидел, что все, этот Нтшам стал игроком Марселя, он просто, идите нахер, я больше Марсель тренировать не буду. Поэтому Андре Вилашбош сейчас свободен. И я насчитал аж 7 плюсов, если Андре Вилашбош возглавит Спартака. Во-первых, гарантированно мощный первый сезон, примерно как при Массимо Каррери, потому что Бош сразу дает игрокам свободу, создает атмосферу, говорит, парни, давайте играйте. Он выкручивает на максимум личное, сильное качество футболистов. Это медицинский факт. Во-вторых, Бош ставит вертикальный и более-менее зрелищный футбол, высокая линия обороны, но вы все знаете фирменные фишки Андре Вилашбоша. Правда, на второй сезон поганенько обычно играют команды Боша, но нас это не волнует. Нам нужен результат в рамках одного сезона. И игра Спартака будет довольно такой привлекательной. При Боша 100%. В-третьих, Андре Вилашбош умеет быстро собирать сильный штаб. Я помню, как в Зените он приехал, сразу же, ага, мне нужен вот этот тренер вратарей. И еще он привез физиотерапевта Эдуарда Физио, у него был в Инстаграме такой никнейм. И потом к этому Эдуарда приезжал, например, Давид Луис лечиться в Петербург, потому что это топ-специалист, и у Вилашбоша действительно классные связи по части тренерства и всяких медицинских работников. Это тоже плюс. Дальше, эмоции Вилашбоша. Помните, как он, когда рвал ЦСКА в России, он вот так праздновал, показывал пончику Слуцкому, что все, я тебя снова поимел. И он все голы эти отмечал. То есть, Вилашбош ближе именно к ТДС, как к Карере, чем, например, к какому-нибудь Кононову. Кононов это Кики Сатьен. Вот помните, были слухи про Кики Сатьен в Спартаке, и это такой типичнейший пиджак. Бош вообще не такой. Следующее преимущество. Никакой адаптации не потребуется Андре Вилашбоша. Он уже все знает про Россию, и про судей, и про язык, и, например, про лимит, про все что угодно. Он уже совсем свыкнется, потому что он здесь многое повидал. Еще у него крутые связи в Европе по части футболистов. Он реально в 15-м году чуть не притораканил Фалькао в Зенит. У него полно на карандаше всяких португало-язычных футболистов. А Дмитрий Попов, новый спортивный директор Спартака, почему специализируется именно по Бразилии и по всяким таким странам. То есть он может привезти Бошу тех, кого он просит, а не как в Марселе. И последнее. Зрелищные пресс-конференции, это чисто для журналистов, они будут обожать Вилашбоша. Потому что даже недавно, помните, когда он с Марселем лажал капитально в Лиге Чемпионов, он сказал, чтобы обосраться в Лиге Чемпионов, надо сначала туда попасть. Мы попали и обосрались. И все, конечно же, заулыбались. Ну, правда, он действительно провалился. Ну, какая уже разница? Главное, чтобы он сжег. Но, впрочем, у Вилашбоша есть и минусы, и недостатки. Их четыре. Первый – деньги. Он довольно жадный тренер, который знает себе цену. Я искал его зарплату в Марселе. Одни сайты пишут, что там было 4 миллиона евро в год, другие, что вообще 7. Понятно, что это дохренище, но Спартаку уже нужен результат. Можно один раз раскошелиться. Дальше – бомжатское прошлое. Будут, конечно, форсить эту тему, что, ой, Андрей Вилашбош тренировал за ней два с половиной года, а теперь он у нас. Как можно его себе представить с ромбиком? Ну, это оставим сектантом. Еще он мега принципиален, как вы уже поняли, когда он отказывается от игроков. Как только Зарема ему скажет, Андрюш, давай посмотрим на этого мальчика. Он скажет, Зарема, давайте вы будете заниматься своими делами, там, как-нибудь развлекайте Федуна, а я вот футболом буду заниматься уже сам. И последнее, второй сезон, как я уже говорил, у Вилашбоша обычно хуже первого. То есть игроки уже начинают сраться между собой, какие-то конфликты с руководством и так далее. Но один сезон Вилашбош гарантированно проведет на топ уровне. Значит, надо заключать контракт по системе 1 плюс 1. Хотел бы видеть Аллегри в реале. Есть проблема с Максом Аллегри, потому что он гипервостребованный тренер. Сейчас, например, Рома поняла, что Фансека вообще не умеет играть с лидерами, с Ювентусом, с Аталантой и так далее. Просто разъебывают каждый раз эту Рому. Поэтому Фансеку надо менять на Аллегри. Этого еще фактически не произошло, но Рома уже тянется. Плюс Марсель. Там сейчас нет коуча, и они тоже хотят. Ой, блин, Аллегри свободен, здорово. То есть постоянно кто-то им интересуется. И вот я боюсь, что Флорентино Перес решит. Черт! Чтобы его кто-то не нанял, я прямо сейчас выгоняю, выпездываю Зидана и нанимаю Макса Аллегри. Добро пожаловать. Все дела. Я против такого расклада. Зидану надо разрешить позволить доработать сезон. Он этого заслужил. Но, если Зидан сам решит уйти в конце сезона, или если результаты будут такими, что Перес скажет, извини, пожалуйста, ты легенда, но я вынужден тебя уволить, потому что ты объективно все просрал. И если на тот момент, то есть начало лета, Аллегри будет свободен, я, конечно, за него, потому что какие еще есть варианты у нас? Есть Рауль, но это непредсказуемо. После провального сезона нужно назначать какого-то статусного тренера. И есть Марсело Гольярдо. Это такой Бьелсист, то есть фанат Марсело Бьелси, который выигрывал дважды, кажется, Кубок Либертадорос. Довольно молодой тренер, но он никому еще ничего не доказал в Европе. И могут быть проблемы, его могут просто не воспринять мадридские звезды. Это очень вероятно. Аллегри самый надежный сценарий. Кстати, ситуацию, что Аллегри назначают в Реал, очень классно и объективно обсудил у себя на канале Вадим Лукомский. Ссылочка в описании. Он вообще превратился в машину. Несколько раз в неделю выпускает видосы по 20 минут. Там в основном европейский футбол, бывает и российский. Искренне советую. Обычно на эллипсе я слушаю Вадима. В последнее время твои подписчики не растут. Может ли случиться такое, что ты скажешь, да ну к черту, и бросишь канал? Подписчики все-таки растут медленно, но стабильно. Где-то плюс 300 человек в месяц. Я и этому количеству рад, потому что у футбольных каналов, как я сейчас вижу, радикального роста нет. Вот почти ни у кого. Так что я уже даже не рассчитываю, что там будет, например, плюс тысяча за неделю или плюс 3000. Должен быть какой-то масштабный прямо инфоповод. Как, например, помните, когда Зенит у всех подряд насасывал в Лиге Чемпионов? Тогда я действительно набирал много. Ну а сейчас ни РПЛ, ни Лиги Чемпионов. Поэтому я просто работаю. А теперь маленькое обращение для тех, кто быстро сдается. Вот просто несколько историй. Когда я еще был школьником, играл на стольных хоккей уже 4 года, не мог пробиться даже в топ-100, потом попал туда и через год оказался в топ-20. Или 3 года мы с коллегой делали сайт Палач. И за эти 3 года сайт, именно сам сайт, не канал в Телеграме, а сайт не принес нам ни рубля. Какие-то копеечки иногда падали с Телеграм-канала, но мы не зарабатывали. Потом мы придумали, как можно монетизировать сайт, и начали там и посещаемость прокачивать, и с деньгами стало все нормально. То есть мы просто дотерпели. 3 года, еще раз, мы не поднимали там лаве. Потом я 5 лет подряд ходил в зал, и не мог от груди пожать на раз даже 80 килограммов. Начал интенсивно заниматься через полгода. 100 килограммов от груди, потом 120, потом 140, сейчас иду на 150. То есть какой вывод? Самое главное, перетерпеть этот момент, когда ты не растешь, когда кажется, что невозможно уже вырасти, что ничего не будет, что ни подписчиков никогда не будет, ни 30 тысяч, ни 50 тысяч. Главное продолжать ебашить, и придумывать какие-то новые форматы. С этим у меня пока туговато, но я постоянно об этом размышляю. То есть нельзя сдаваться ни в коем случае. Я отвечу на вопрос, забью я или нет. Процитирую классика. Мне ваши слова будто капли с гуся, я уйду лишь, когда будет под 50. Под 50 тысяч просмотров на каждом выпуске Айбэ. Меня может заставить забить на канал, только, например, состояние здоровья, или если мне резко просто надоест смотреть футбол, вот просто я потеряю интерес, скажу, я не буду ни серию А, ни АПЛ, ни даже нашу любимую РПЛ, я не включу, просто заинтересуюсь чем-нибудь другим, тогда, возможно, я подзабью на канал, но это крайне маловероятно. Зачем тебе группа во ВКонтакте в 2021 году? Я действительно завел свой паблик, и правда, в 2021 году, и ссылочка лежит в описании, я, конечно, ужаснулся, потому что интерфейс ВКонтакте это полнейшее дно из 2011 года. Там, например, в мобильной версии, если ты прикрепляешь какую-нибудь ссылочку, там нет эмбеда нормального, там не видно картинки, анонсы, то есть просто ссылка уродливо отображается. Все надо делать с компьютера до сих пор. Разработчики ВК, это реально просто какие-то недоразвитые люди, противно там находиться, но я объясню, зачем мне там понадобилась группа. Во-первых, у ВК довольно неплохая рекомендательная система, то есть если ты что-нибудь постишь в свой паблик, то это будет показываться в новостях даже у тех, кто не вступил в эту группу, если кто-нибудь, например, из их друзей прокомментирует твою запись, то есть там можно расти органически, в Телеграме нельзя практически. Или, например, в Инстаграме тоже можно, но мне лениво какие-то фотки выкладывать в Инстаграм, я решил, что заведу именно ВК, потому что там могут расти подписчики, ну, сами по себе, примерно как на Ютубе. Во-вторых, я планирую сделать такой хаб для всего контента, который мне нравится. Если у себя в Телеграме, например, я пощу в основном какой-нибудь футбольный контент, и здесь тоже на Ютубе разговариваю про футбол, то там будут какие-то тексты, которые просто меня зацепили, или видосы, тоже вообще не про спорт, или какие-то посты о жизни вообще. Я буду постить все, что мне в голову придет, это будет реально такой хаб, где я буду свой фактически личный дневник вести. И в-третьих, можно пулять до сих пор во ВКонтакте плейлисты с музыкой, а музыку мы здесь иногда обсуждаем, и я буду свои любимые треки, любимые альбомы там прикреплять, поэтому вступайте в мой поблос во ВКонтакте, тем более, скоро вопросики для А и Б я перенесу туда. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, подписывайтесь на мою группу во ВКонтакте, подписывайтесь даже на мой ТикТок, ссылочка на него тоже лежит в описании. Чао! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!